В поисках правды и собственных квартир омские дольщики собираются обратиться за помощью в ООН и к Папе Римскому. Жители печально известного дома по адресу Ватутина 29-2 намерены на весь мир заявить о коррумпированности омских чиновников. Осенью, накануне форума приграничных территорий России и Казахстана, люди попросили снять с дома баннер с обращением к губернатору в обмен на подключение тепла. Однако теперь тепловая компания заявляет, что подключение было незаконным. Суд, ФАС и независимые эксперты встали на сторону людей. Однако ресурсоснабжающая организация продолжает гнуть свою линию, уверяя, что мощности не хватает. Заседание рабочей группы при Минстрое было бурным, представитель тепловой компании выглядел растерянным. Предъявить по существу ему было нечего, как и представителям мэрии. По нашей информации, этим домом заинтересовалась Генеральная прокуратура, а собственники готовят обращение в Организацию Объединенных Наций и запросы во все страны мира с просьбой предоставить им политическое убежище, как бездомным. Мы пришли с экспертизой, с решением суда о том, что действия МБТК неправомерны. У нас есть экспертиза о количестве мощностей, которая в два раза меньше показывает потребление энерготепла на котельной в самый холодный период года. И все аргументы, которые говорил представитель тепловой компании, они были такие просто на словах. Он не мог ни документы предоставить, ни МБТК не смогли предоставить документы ни в суд. Они могли бы защитить свою позицию, предоставив все эти документы в суд, хотя бы даже о потреблении, фактическом потреблении тепла, на основании которого они выставляют счет своим абонентам. Но даже таких элементарных документов они не смогли предоставить. Потом он говорит, что реконструкция котельной обойдется в 100 миллионов рублей. А у нас есть документы о том, чтобы заменить котел, нужно всего 9 миллионов. Это не такая же большая сумма для города.